Что такое открытый урок? Формально это занятие, где педагог на практике демонстрирует уверенное использование новых образовательных технологий. На деле такой урок раскрывает и творческие, и организаторские, и лидерские качества преподавателя и ученика. Именно поэтому данная форма так популярна для продвижения совершенно разных направлений. Но вот что такое открытый урок театральной студии? Ответ на этот вопрос искала и Дарья Солешевич, режиссер театра студии ЛИЦА. Это можно прийти на обычную репетицию, но это будет не очень интересно. Я считаю, что актеры должны показывать результат в любом случае вот этого репетиционного процесса. Поэтому сегодняшний открытый урок будет проходить в форме концерта. Там будут отрывки из спектаклей, отрывки музыкальные, отрывки танцевальные. Первым на сцену концертного зала «Молодость» вышел детский сад. Так шутливо Дарья Солешевич называет новых актеров творческого объединения. И количество лет здесь совсем ни при чем. Ведь и сейчас в театре студии занимаются люди совершенно разного возраста. Самые молодые у нас участницы, 10, самым старшим я не буду, вот так что, ну за 50. Средний возраст где-то 35-40. И как-то, в общем, они все уживаются вместе, достаточно комфортно себя чувствуют. Все являются как-то вот друзьями, поддерживают друг друга, они молодцы. Сказки, водевили, трагикомедии, драмы, репертуар театра, студия, лица крайне разнообразен. Подобная многожанровость – это с одной стороны показатели актерских возможностей, а с другой смелости руководителя как режиссера и его мастерство как педагога. Вот и на концерте в рамках Дня открытых дверей зрители увидели и сказки в исполнении юных студийцев. Непослушный ты огонь, а такой опасен. Нам с тобой нельзя шутить. Жить не разрешите, буду чайник гипятить, только не тушите. Увидели зрители отрывки и из спектакля по рассказам Василия Шукшина и из проекта «С экрана на сцену». На концерте звучали стихотворения и песни. Студийцы музыкальны. Вокалом с ними занимается композитор и концертмейстер Мария Устинова. Когда этих клавиш коснется руха, Тогда улетает из сердца тоска со мной. Он разделит грусть и печаль, Мой старый усталый. Прозвучала на концерте известная всем со школьных лет басня Ивана Крылова «Ворона и лисица». В этот момент зрителям концерта стало понятно – у вороны не было шансов устоять. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвосток, С вороны глаз не сводит. И говорит так тихо, чуть дыша. Колобушка, как хорошо! Для кого-то театр-студия лица – хобби, приносящее в жизнь новые эмоции и события. А для кого-то – начало пути в профессию. Так, например, в этом году Анастасия Зиновкина стала студенткой театрального института. Ну, это не значит, что все будут актерами. Но одно я гарантирую – это будет человек более раскрепощенный, умеющий общаться, не боящийся говорить и высказывать свое мнение. Ну и, собственно говоря, более обаятельный, я бы сказала, да. Того, кто мечтает ощутить магию сцены и энергетику зрительного зала, за одну жизнь прожить множество жизней, да просто научиться общаться, ждут в театре-студии лица. Екатерина Рускова, Андрей Михалин, Тимофей Акимов. ТВ спущено.